Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сокомерие со стороны французской политики, потому что на протяжении многих лет погибают гражданские лица в Азербайджане, армянская сторона совершила множество преступлений от уничтожения культурного наследия Азербайджана до этнических чисток. В Париже не считали правильным реагировать, но любой вой из Армении, и вот Париж начинает реагировать бурно, знает, не знает. Как вы все это оцениваете? Спасибо вам за приглашение. Я могу охарактеризовать это поведение Франции и назвать даже его реальностью, повтором тех событий, которые мы пережили в отечественной нашей войне в 2020 году. В тот период я тоже выступал на эту тему, так как я являюсь членом группы Дружбы Франции. Мы очень серьезно дискуссировали с моими коллегами, и мы пришли тогда еще к выводу, что Франция по истории, как мы все помним, никогда не отвечала тем, на самом деле, международным правам, по сути дела, которые, в принципе, она сама принимает. И, в частности, она принимает участие, вы знаете, она подписалась в резолюциях ООН, там есть подпись Франции. Но, несмотря на все это, несмотря на предысторию всех событий, Франция тогда стала на защиту именно армянской стороны, так как она не имела права это делать, сугубо потому, что она была членом Минской группы. Сегодня мы не должны забывать историю Франции. Очень жаль, что историю, в частности, Макрон, президент сегодняшней Франции, не совсем хорошо знает, судя по тому, что он высказал буквально недавно. Мы видели это в эфире. Мы не должны забывать Алжир, мы не должны забывать Корсику. То есть Франция сама, в принципе, по истории имеет достаточно большой опыт. Именно, как вы назвали, в какой-то части даже где-то расизме участвовала в свое время. И сегодня ожидать от Франции такой резкий быстрый ответ, я думаю, что мы не должны. Но при этом мы не должны забывать самого главного. Я недавно об этом тоже говорил. В 1919 году Франция распечатала карту Азербайджана того времени. И эта карта была распечатана в Париже на французском языке. Там четко были определены все границы Азербайджана. В том числе западный Зенгезур и Гойча, как вы знаете, тоже была в составе Азербайджана. Тот же самый президент Макрон, в свое время выступая перед общественностью, в частности, перед армянской диаспорой во Франции, сказал, что мы, конечно же, мы будем с Арменией, но весь мир признает Карабах Азербайджаном. Сегодня он сам в интервью своему же каналу во Франции говорит совершенно обратное. Вы знаете, очень сложно понять на самом деле, чего хочет сам Макрон. Вообще знает ли он, чего он хочет. Я хочу этот момент подчеркнуть, потому что очень нестандартно для нас слушать одно, а видеть совершенно другое. Я здесь вспоминаю такую интересную поговорку, он про болвана, мы про Ивана. Это очень правильно относится в данный момент именно к словам Макрона. Я не ожидаю никаких ответов, таких оперативных и быстрых со стороны Франции, тем более, что они показали себя незаинтересованной в данной ситуации, как страна, которая хочет, чтобы был мир между Азербайджаном и Арменией. Я думаю, что мы должны продолжать на дипломатическом уровне свои все действия и содействовать, опять же, дипломатически, также межпарламентским дружественным комитетом общаться и доказывать реальность, то есть правду об Азербайджане. И просто не ждать ответ про болвана. Ваша мысль понятна, репликой скажу, вы сказали, мы должны объяснять, но мы должны видеть еще и перед собой тех, которые готовы услышать. В случае с французской стороной это, конечно же, не так. Ну и, в принципе, молчание где-то в некоторой степени можно воспринимать как согласие с этой критикой. Вот такое тоже имеет место. Если все-таки в таком отношении Франции, когда умирают наши граждане, французам это без разницы, абсолютное молчание, а когда звучит какой-то вой из Армении, они даже не разобравшись, что произошло, они вот бросаются, начинают всякую иногда чушь болтать, потому что не знают основ, не знают географию здесь, не знают, кто есть кто. Есть ли в этом элементе все-таки проявление расизма с французской стороны? Да, однозначно, я с вами согласен и поддерживаю мысли Эль Нурмелема. Хочу еще добавить, что, как верно подчеркнул господин Алхвердев, история Франции пестрит проявлениями расизма. Мы это видели в Алжире, во всем Магрибе. Плюс на данном этапе Франция, как я понимаю, весьма остро восприняла то, что разрушилась минская группа, формат минской группы, так как конфликт уже решен и необходимости в этом формате нет. Плюс еще и добавилось сейчас и события в Украине, которые сделали невозможными, как сами говорили те же французские политики, невозможными сесть за один стол переговоров с Россией. То есть фактически они сами разрушили этот формат, который и для нас на данном этапе абсолютно не нужен и неконструктивен. И в данном случае, оставшись как бы неудел в процессе урегулирования конфликта на Южном Кавказе, Франция решила однозначно уже занять, открыто заявить, что она поддерживает исключительно Армению. С чем это связано? Возможно, можно было подумать, что речь идет о каких-то избирателях армянского происхождения во Франции, но их очень мало. Я сегодня смотрел статистику, они составляют всего лишь, вся диаспора Армении составляет не более полумиллиона человек, при том, что если даже брать это и детей, и всех, то это составит даже менее 1% всех избирателей. Но тут есть еще второй фактор, о котором я хотел бы сказать. Тут фактор того, что Франция решила присоединиться к возможному переделу мира. И передел мир, рассчитывая на то, что Россия полностью уйдет из Кавказа, это их желание или надежда на это, и заранее застолбить себе место в Армении. Но тут надо учитывать, в первую очередь, наверное, армянам самим и армянскому руководству, что все это обернется для них самих очень плохими результатами. Я не думаю, что французы какими-то деяниями поддержат Армению. Это все останется на словах, и в худшем положении окажется сама Армения от этих всех процессов. Надо думать головой, это как бы обращение к армянам. Эльнур, вы коснулись такого момента, я хотел бы, чтобы мы в рамках передачи это все-таки расширили. Да, есть, как минимум, как мы, простые граждане, чувствуем некое высокомерие с французской страной. Вы сказали, что вы являетесь членами рабочей группы. Дружественной. Да, группы дружбы. Друппа дружбы, да. Азербайджан, парламентская. Сейчас, конечно, сложно говорить о дружбе с Францией. По истории, да, это было и в Франции. Я бы хотел бы все-таки, если я вас правильно понимаю, то вы считаете, что почерк французской политики сегодня на Южном, то, что они делают, он связан именно с колониальным прошлым Франции. С ее вот, ну, откровенно такой, то есть грязной колониальной, по-другому принципу это не называть, когда они истребляли нации, когда они уничтожали культурное наследие других стран, делали это сразу на нескольких континентах. Да, вот вы полагаете, что вот это прошлое, этот почерк Франции сейчас приводит к тому, что она вот сейчас и этим решила и здесь заняться, может быть, в некой более современной оболочке, но именно этим. И по поводу ваших контактов с французскими парламентариями. Я понимаю, что, наверное, раньше отношения были другими, сейчас, благодаря Макрону, скажем так, все это полетело. Но этот почерк вы видели в диалоге с французскими коллегами? Все-таки вот это корнями все-таки, кажется, засело. Вы очень правильно подчеркнули насчет колонизации. История, конечно, ну, историю пишут победители, это мы все прекрасно знаем, но факт в том, что что случилось в этот раз, на мое личное мнение, это последняя встреча в Праге. Именно та встреча, когда мы уважительно отнеслись к просьбе, как государство Шарль-Мишеля, мы пригласили на встречу просто наблюдателя. Это Франция. Пусть посидит. По мне, да, по мне, я об этом говорил, это не четырехсторонняя встреча, это трехсторонняя встреча, присутствие просто наблюдателя, опять же, со стороны Армении. То есть, Шарль-Мишель, господин президент Азербайджан и Армения рядом со своим другом Франция. То есть, это трехсторонняя встреча. Именно та встреча подтянула опять Францию к своей истории, которая, в принципе, уже должна быть забыта. И, в принципе, она для нас не приемлема. Никогда Франция в Азербайджане, никаких колонийальных своих присутствий. Ее здесь не было, в историческом языке Франции, в этом регионе. Совершенно верно. И не было, и не будет, в принципе, мы это знаем. Хотя мы всегда дружественно относились к Франции. И, в частности, я хотел бы подчеркнуть момент. Это Азербайджанская демократическая республика, АДР. В то время наши руководители, того времени, они первую поездку сделали, опять же, во Францию, в Париж. То есть, они, опять же, пытались сделать, наладить отношения. Опять же, там, вы знаете, был мирный договор подписан. Очень многие наши знаменитые лица там похоронены. И так далее. После этого, естественно, Азербайджан, как государство, первый визит Гейдара Лива, господина президента. Нашего господина президента сегодня, Ильяма Гейдара Лива, первый визит в 2003 году, если вы помните, после избрания, тоже был во Францию. То есть, мы всегда пытались дружить. То есть, это нормально. Это, в принципе, у нас было и по жизни. Мы гостеприимный народ. Тотал, вы знаете, большая компания работала в Азербайджане. Сейчас, в данный момент, есть немало компаний, работающих, французских компаний, зарабатывающих деньги, в полном смысле этого слова, в Азербайджане. Также сотрудников французского, значит, присутствует французов немало в Азербайджане. То есть, у нас есть и свои рычаги тоже на эту тему. Я это в дальнейшем тоже хотел бы сказать на эту тему. Но факт в том, что сегодня происходящее, это совершенно не вид парламента Франции. Это всего лишь навсего несколько сенаторов. Я хотел бы этот момент подчеркнуть. Это сегодня Макрон. В свое время это был Саркази, который говорил, что Армения, это наша сестра. Официально вы можете это, в принципе, посмотреть. Google News, там это тоже есть. То есть, это руководитель и пару сенаторов, которые пытаются что-то сделать во благо своих дальнейших избирателей. Как Фуад Мэлем очень правильно сказал, до полумиллиона, несколько сотен тысяч, я бы сказал. И, грубо говоря, для них это очень нужно и приемлемо. То есть, власть. Они все, что делают сегодня в отношении с Азербайджаном, это однозначно для прорыва к власти, чтобы остаться у власти путем избирателей армянского населения. До происхождения. Парламентарии. Я вам скажу, очень много в нашей группе Дружбы, очень много французов-парламентарий, которые поддерживают Азербайджан. И, будучи в Азербайджане, они официально об этом говорили на встрече и с руководством парламента, и с нами, депутатами. И они официально отписывались, как и твит, так и официальным письмом группы Дружбы. Они принимают всю реаль, значит, 30-летнюю реаль о том, что Гарабах – это Азербайджан, по международному праву всего мира. То есть, я опять же с надеждой думаю, что есть все-таки сугубо важный момент – это продолжать общение с той или иной страной. Но есть маленький момент, который мы должны учесть. Мы должны полностью исключить Францию, о чем, в принципе, господин президент в Астане уже сказал. Франции для нас нет в переговорном процессе. И в этом случае немецкой группы нет давно уже, Карабахский конфликт решен. Что сегодня делает Макрон, я повторяться не хочу, но придется. Он просто пытается удержаться у власти за счет армянского населения во Франции. Мы уже, опять же, репликой буквально на прошлой неделе, когда это только разворачивалось, говорили об этом, что Макрон, в принципе, портит не только азербайджано-французские отношения, он вредит и армянам. Потому что Макрон, у которого есть возможность позвонить в Баку и о чем-то поговорить, наверное, для Армении был бы более ценным, чем Макрон, которому вообще не рады. И я, честно говоря, удивлен, что мне приходится это говорить, а товарищ Макрон сидит в Париже. То ли понимает, то ли не понимает. Но, опять же, хотел бы именно вот этот вопрос и вам тоже адресовать по поводу вот этой колониальной истории. Такое ощущение, что кто-то вот сейчас, модно сейчас в мире, да, все уходят в какую-то, знаете, вспоминают историю 200-летней давности, говорят, мы тогда было лучше, давайте вот так будем, тогда мы были сильнее. Получается, что эта вещь заразна, и Макрон, и Франция тоже заразились этим, что они думают, что вот как бы это колониальное владение, вот так? Вполне возможно, ваше предположение вполне может иметь место в головах французских политиков. С той точки зрения, что, как я понимаю, что возможно, я еще раз повторюсь, возможно готовиться к новому какому-то переделу мира. Но в данном случае надо понимать, что уже все говорили, что мы слышим часто, зачастую о возможностях ядерной войны и так далее. И новый передел мира возможен, наверное, как мы видели по истории, после Первой мировой войны, после Второй мировой войны. А Третья мировая война для человечества может быть последней вообще. И если они руководствуются тем, что в будущем возможно что-то пересмотреть и закрепиться в Армении для Франции, которой, опять-таки, исторически никогда здесь не было. Ни в Азербайджане ее не было, ни в Грузии не было, ни в Армении, естественно, не было. Самой Армении не было тогда. Самой Армении тогда еще не было. То есть, и вот этот второй этап, скажем, неоколонизма может быть где-то присутствует в головах французских политиков. Но это очень вредная, наверное. Не в самых здоровых головах. Да, это очень вредная мысль, во-первых. Потому что надо понимать, что может привести к такому-либо глобальному изменению мирового порядка. Это очередная глобальная война, которая, по прогнозам очень многих политологов, очень многих экспертов, она обязательно должна быть ядерной. Из ядерной войны, как известно, победителей не бывает. И французы, наверное, должны это учитывать. Но еще вы совершенно верно заметили, что таким высказыванием французские политики сейчас, я не знаю, что будет в дальнейшем, опять-таки, да, но сейчас, в данный момент, они вредят самой Армении. Казалось бы, мы уже находим общий язык, мы находим общие рельсы, уже договорились о том, что до конца года будет заключено мирное соглашение. Активно ведутся на эту тему переговоры. Площадкой выступает Брюссель-Москва. Обе площадки активно задействованы и задействованы уже и на уровне министров иностранных дел, на уровне вице-премьеров, как сказал господин президент, еще и на других каких-то уровнях, которых мы даже не знаем. То есть, все идет к тому, чтобы заключить мирный договор. И в этот момент возникает Макрон. Черт из табакерки вылезает Макрон. И не только Макрон, но и глава МИД Франции, которая тоже отзывалась весьма нелестно. Ну, если уж Макрон себе такое позволяет, почему мы ждем, что глава МИД... Более того, я вам скажу, что, насколько я знаю, Эльнур совершенно верно подчеркнул, что во французском парламенте есть очень много достаточно здоровых людей, которые... И мы это видели и в период, когда принималась резолюция во время отечественной войны, сразу после ее окончания, да, против Азербайджана. И, насколько я знаю, сейчас готовится еще один некий документ с такого же рода претензиями, да. И в этом документе... Этот документ ничего хорошего ни Армении, ни в том числе и Франции не принесет. Да, вот я все-таки не теряю свое чувство скептицизма. Вы говорите, там есть хорошие французские парламентарии. Я просто предлагаю не прятаться, выходить и говорить свои мысли. Следующий мой вопрос. Мы немножко отойдем от Франции. Все-таки он больше некое человеческое измерение идет. Я хотел бы начать с заявлений МИД Азербайджана, которое было озвучено. Последние в социальных сетях распространились видеокадры разрушения радикально настроенными армянами азербайджанских кладбищ. Этикаторы, на которых запечатлены, как с использованием оскорбительных выражений, совершаются акты вандализма в отношении могил азербайджанцев, как разрушаются грузовиком над гроби, является очередным наглядным примером, проводимый Арменией на протяжении многих лет политики уничтожения азербайджанского наследия. Уважаемый гость, у меня несколько вопросов. Когда я вот... Понимаете, мы не первый раз сталкиваемся, что Армения воюет с нашими могилами. Армения с нашими кладбищами, да. Они даже иногда воюют с азербайджанскими, скажем, трупами. Я имею в виду военнослужащие. Были периоды, когда они не хотели выдавать трупы и так далее. Такое происходило. Мне вот... Ну, Рам, начнем с вас. Мне непонятно. Ну, может быть, вы чуть более подробно сможете рассказать. Что является все-таки первопричиной такого, ну, зверского отношения, потому что ломать могилу, ну, и что могила тебе не ответит никак. Это один момент. Что является первопричиной вот этого? Почему они именно выбирают в качестве... Ну, воюют с кладбищем? Что это в итоге дает? Может быть, мы что-то не понимаем? Может быть, в какой-то армянской идее действительно это все что-то дает? Ну, и, например, те же французы. Ну, это не только они делают, которые молчат сейчас. Как будто вот эти видеокадры все видят, они молчат. Делают вид, что ничего не произошло. Мы к этому привыкли, с их стороны. Но вот они как? Они пытаются тем самым уберечь преступников армян, которые это сделали? Или все-таки это скорее отношение к нам, с их стороны? Ну, вы очень правильно поставили вопрос. И совершенно, опять же, мы должны подчеркнуть Францию в этом вопросе. Так как это было не раз, как культурное наследие Азербайджана уничтожалось на территории нашей же страны, нашего Карабаха. И это было испоком веков на территории Асамуэрмении. Вы знаете, очень много надгробий просто исчезли. И в Зянгязури, и в Кафане, и на территории Гёйчая. То есть, туда мы уходить не будем. Наверное, сегодняшняя самая главная проблема в том, что буквально вчера эти видео распространялись по всей соцсети. России реакции не было, естественно. А Франции, как всегда это было, но и многих других, вы, наверное, тоже заметили. Не будем выходить в такие подробности. Но дело в том, что надгробия были именно в Ханкианды. И, как бы, в Ханкианды сегодня, понимаете, наблюдается там контингент миротворцев Российской Федерации, конечно, которые там в данный момент. И, естественно, так называемые представители армянского населения. То есть, это именно уже центр Карабаха, это Ханкианды. Вы знаете, Азербайджан очень доброжелательная страна. И мы не раз показывали, как мы можем дружить и вообще делать с друзьями другие страны, которые друг на друга иногда бежаются. Азербайджан имеет эту руку помощи, всегда впереди держит, но и также имеет свой железный кулак, как говорил и говорит господин президент и наше государство. Мы уже не раз показали, что мы можем сделать, если что-то пойдет не так. Мы, что тут скрывать, за одну ночь мы можем войти в Ханкианды и, естественно, найти всех остальных виноватых и в этом, и в других вопросах. Но, опять же, здесь Франция имеет очень большую роль. Вы знаете, сегодня все, что происходит в данный момент в Карабахе, в частности, с таким отношением к нашим кладбищам, это все какая-то последняя доля поддержки какой-либо страны. В данном случае для Армении это Франция. Они именно воспользовались этим же случаем. Если вы видели на кадрах, это в военных формах, одеты какие-то представители нации, которые просто разрушают надгробие в открытую, при этом не скрывая и так далее. Вчера и позавчера и вообще в течение этого месяца вы видели, сколько мы нашли захоронений на территории Азербайджана. В данном случае на территории Карабаха. Еще первый Карабахский войной. Совершенно верно. И тогда тоже никто не отвечал, никто не говорил об этом. Я очень задаюсь вопросом иногда. Мне сложно иногда понимать армянских политологов, которые выступают там, тут на каналах, особенно ютуберов так называемых. Я реально их там тоже не совсем понимаю. Думаю, я не один. Они сами себя тоже не понимают. Но вот зачем они борются на самом деле с мертвыми людьми, вообще с землей, с камнями? Это для меня тоже большой вопрос. Знаете, я долго изучал их видение по поводу истории. Вы знаете, у них история оказывается вообще такая давняя, очень далекая. Но это все как бы совсем неправильно. То есть если посмотреть просто по паре али сегодняшних дней, и достаточно обратиться в Ватикан. Есть очень хорошие библиотеки в Ватикане. Они открыты, кстати. Я думаю, что тамошняя информация намного лучше, чем та информация, которую ютуберов армян в руках. Но опять же, я очень надеюсь, что воюя с мирными жителями, бомбя Гянджу, сегодня уже тот самый пятый день, когда они два года назад бомбили Гянджу, они совершенно верно, устраивали этот террор. Мы тогда выступали на эту тему. И в то время тоже обсуждалось это очень серьезно. Они никогда не могли воевать с азербайджанским солдатом. Это факт. Мы это увидели во второй Карабахской войне. Их задача была гражданская население. И в первой Карабахской, если вы помните, первым долгом они уничтожали гражданское население, запугивали их, делали террор. Вы помните, с 88-го года это все началось. Автобусы взрывали и все остальное. На территории Карабаха также уничтожалось азербайджанское население. Террор, это у них однозначно расписанная, расписанная, я бы сказал, в сущность. Они без террора, безоружные люди, для них это мишень всегда. Было, есть и будет. Я не хочу ходить в историю. Сегодня у нас не та передача, чтобы ее обсуждать. Но факт в том, что сегодняшняя их война, это показывает еще раз их слабость. Они не понимают, что они делают. И я уверенно знаю, что мир не повторит больше фашизма. Но даже после фашизма страны сдружились с друг другом. Я думаю, что наша цель сегодняшнего мирного догура именно в этом заключается. Мы должны жить в мире. И как сказал господин президент, мы добьемся этого. И до конца этого года мы ожидаем очень хорошую информацию. Будем надеяться. Вы сказали про фашизм. Мы, конечно, лучше всех знаем, что такое армянский фашизм. И тут есть одно такое дело. Авторы того фашизма в период Второй мировой, они-то признали свои ошибки. Они не гордятся теми фашистами, которые убивали миллионы людей в период Второй мировой войны. Совершенно верно. Но вот с армянской стороны это герои, то есть Горькин Ждей и так далее. Они от них не отказываются. Это их национальные герои. Но я хотел бы вернуться именно к теме уничтожения азербайджанского кладбища с армянской стороны. Те же вопросы я не повторяю вам. Я просто один вопрос добавлю. Те, кто молчат по этому поводу, они одобряют? Париж, когда просто в тряпочку молчит и делает вид, что не видит всего этого, они одобряют? Они молчат уже 30 лет. Если вы посмотрите на все наши освобожденные от оккупации территории, кладбище, это, наверное, может это цинично сейчас прозвучить, но это самое меньшее, что сделали армяне на той территории. Вы можете найти хотя бы один целый дом, один целый, хотя бы небольшой поселок. Ничего, абсолютно ничего. То есть прогуливаясь даже по шуше, которую они сами называют чуть ли не своей гордостью и так далее, фальсифицируя эту историю. То есть вы там найдете всего 2-3 здания, в которых они жили. Все. Все остальное вокруг, все разрушено. Абсолютно все. То есть и разрушение кладбищ я связываю, наверное, где-то, во-первых, и с бессилием перед азербайджанской армией, мощью Азербайджана. Они вывозят, где еще возможно, они как-то стараются свое, это бессилие показать уже на камнях. И с живыми воевать у них же не получается. Они гордятся, все время говорят об древнем Ереване, в котором нет ни одного старого здания. В который Ереванскую крепость разрушили армяне, в том числе в советский период. Это то же самое, чтобы мы бы разрушили свой Чарь-Чайр. Это то же самое, что в Москве разрушили бы Кремль. То же самое, как разрушили бы во Франции Лувр. Зачем это делать? Жителям этой земли, которые изначально исторически здесь жили и гордятся своей историей. Как это можно было разрушить? Тем более, это было сделано последнее разрушение, наверное, вы тоже знаете, это было в 60-х годах. Они якобы перестраивали город. А что, нам нельзя было перестроить город? Зачем Кремль нужен тогда в центре Москвы, когда его нужно разрушить и сделать хороший правительственный квартал? То есть, это же история. Ее надо как раз-таки беречь. Делается это только с точки зрения, как я понимаю, фальсификации. Чтобы фальсифицировать историю и показать, что здесь этого никогда не было. Может быть, не сейчас, но может быть, рассчитывая на предстоящие еще 100 лет, еще какие-то 200 лет. И даже демографию последних нескольких нескольких сот лет посмотреть, он никогда не был армянским. Я об этом и говорю. А как это надо доказывать, разрушив все прошлое, чтобы ничего не осталось для будущих поколений, и потом уже потихоньку, как они привыкли это делать в книгах, в каких-то текстах, при молчаливом, в том числе, вот вы правильно отвечаете, при молчаливом содействии мирового сообщества, там не только Франция, там практически все, кто возникал против разрушения азербайджанских разрушений 30 лет. Кто об этом говорил? Никто и никогда. То есть, это не написано, значит, этого не было. Все значит, то, что мы написали, это и есть правда. Такой армянский подход. Уважаемые гости, есть еще одно такое, на мой взгляд, тревожное такая новость, которую мы изо дня в день, я чувствую, что этой новости становится еще более тревожной, чем это закончится. Время нам покажет, но я хотел бы привести сообщение Министерства обороны Азербайджана, которое сегодня было. Оно сообщает, что во второй половине дня 16 октября было замечено стягивание посредством военно-транспортных дополнительного личного состава и четырех единиц артиллерийских установок к позициям вооруженных сил Армении, расположенных напротив позиций подразделений вооруженных сил Азербайджана в Дашкисанском направлении. В министерстве заявили, что Министерство обороны Азербайджана заявляет, что вся ответственность за напряженность, которая может возникнуть в регионе, лежит на военно-политическом руководстве Армении. Опять же, то, что сейчас говорит Министерство обороны Азербайджана, мне сильно напоминает все то, что мы наблюдаем в период очередного витка эскалации на государственной границе Армении и Азербайджан. Нормально. Давайте опять же начнем с вас. Есть ли у вас ощущение, что мы снова в шаге от эскалации, который, например, мы буквально недавно в сентябрьские бои, это 13-14 сентября. Мы находимся в шаге от очередного такого инцидента. И как вы считаете, что становится катализатором для армянской стороны вот сейчас? Буквально недавно они получили по шее от нас, а вот не угомонились. Хотят еще раз пойти на провокации. Мы уже заранее предупреждаем, что будет больно. По сути, я так понимаю сообщение Министерства обороны Азербайджана. Что стало для них, что, скажем, толкает их вперед в этом плане? Почему я это говорю? Дело в том, что именно в эти дни, как ни странно, как ни странно, именно в эти дни начала работу гражданская миссия Европейского Союза, которую вроде как пришли понаблюдать с армянской стороны, не с нашей, с армянской стороны. Как там ситуация на государственной границе? Безусловно, реваншистские движения армянской стороны, они последнее время воочи видны. Они пытаются это делать. Но, конечно же, последняя эскалация, которая была с 13 по 16 сентябре, еще показала реальность на самом деле региона. И, кстати, здесь я хотел бы подчеркнуть один момент очень важный. В тех картах, которые в 1919 году была красная линия подчеркнута. Я опять же говорю, в телеграме, в телеграм-каналах и на ютубе это можно посмотреть и увидеть. Также можно просто в интернете посмотреть. Там была красная линия. Вся эта красная линия это сегодняшняя позиция азербайджанской армии. То есть, сама Франция приняла, что это азербайджанские земли. Плюс к этому, они в этот период сентября объявили всем французам, живущим в Армении. Туда близко не подходите. И сами нарисовали эту линию. То есть, здесь я хочу, чтобы мы просто поняли очень тонкий момент. Они признают территорию, где сейчас находятся наши войска, защищая свои границы, азербайджанской. И в данный момент, то, что происходит со стороны Армении, видят все. Я уверенно знаю, что если мы сегодня можем просто Google Maps открыть и увидеть, где кто находится, то однозначно и товарищи за океаном, и вся Европа это тоже видит достаточно реально. В данный момент непонятна для меня ситуация неадекватных движений остатков армянской армии. То есть, они туда перестали четыре или пять альцерийских сооружений, и при этом они сидят не там, где мы в данный момент находимся, а намного ниже нас в склонах. Но опять же, сама цель сегодняшних остатков армянской армии это опять же сделать все, чтобы до конца этого года не подписали этот договор. Это мое личное мнение. Здесь просто сугубо важно понять, что внутри Армении, самой Армении еще нет на самом деле даже целенаправленного руководителя. То есть, там армия делится. Вы видите, что творится уже почти несколько месяцев. С одной и той же точки стреляют в одну и ту же точку в Кербайджарском районе Азербайджана. Тогда, когда Пашинян говорит, что все исправимо, все исправим, все сделаем и так далее. Я немножко на бытовой уровень хочу перейти разговоры, чтобы было более ясно нашему зрителю тоже. То есть, он не в ответе за свою страну. Он не отвечает за свою страну. Он не отвечает за своих руководителей силовых органов. Он за оборону страны не отвечал, это понятно, не сможет. Но факт в том, что после последней капитуляции. Но факт в том, что сегодня я не уверен, что Пашинян контролирует ситуацию, связанную именно так называемой границей. мы периодически эту мысль слышим. Это проблема Пашинян. Однозначно. И главное, что я хочу сказать, никаких границ у нас нет. Делимитировав. То есть, у нас сегодня нет ни делимитации границ, ни демаркации. У нас в данный момент мы находимся на тех территориях, которые всегда по истории были азербайджанские. И нет, опять же, повторяюсь, никакого решения о том, что это чьи-то территории. И у нас нет сейчас даже остановки на этой точке. Мы не знаем, что будет завтра. Если такие артиллерийские сооружения будут устанавливаться еще и еще, то ответ будет очень жестким. Азербайджанская армия показала, на что готова. И при этом никто остановить ее не сможет. В данный момент мы просто просим одного. Давайте подписывать мирный договор и давайте, пожалуйста, делимитацию, демаркацию проведем воочи вместе и примем свои границы, какие они есть, признав территориальную ценностность каждых стран. Армения и Азербайджан. Будем надеяться, что будем услышаны. Но вот смотрите, Нормально говорит, что они делают в том числе это для того, чтобы ничего не подписывать. То есть, им нужна новая войска. Создается ли у вас ощущение, что мы шаг за шагом? Опять же, каждый день, когда я читаю сообщения Министерства обороны, я вижу, что вот это теперь уже подтягивание идет до этого, там обстрелы были. Я чувствую, что вот это накаляется и надо отдать должное. Министерство обороны Азербайджан каждый раз предупреждает, что вся ответственность будет. То есть, это в принципе нормальный, адекватный человек должен понять, что здесь можно получить, как говорится, нагоняет азербайджанская армия, но вот они продолжают. Если у вас ощущение, что мы идем к очередной эскалации, например, связано ли это тем, сегодняшние провокационные действия армянских армян, что вот миссия ЕС пришла, вот они могут за спиной миссии ЕС, там что-то пытаться нам делать. Да, вполне, вполне возможно, что это связано с миссией ЕС. Ну, во-первых, насколько я знаю, она еще не прибыл, ее только утвердили, прибыли только первичная, скажем, В любом случае, их там несколько десятков человек. пока еще, по-моему, даже нескольких десятков человек. 40 ожидается. Ожидается, совершенно верно, 40 ожидается, они должны прибыть, разместиться, посмотреть в Армении, как у них там на условной границе, и, совершенно верно подчеркнул, что границы на самом деле еще нет. Для того, чтобы она была, надо ее делимитировать и указать. У Армении, в принципе, для того, чтобы указать границу, было 30 лет, но они считали, что все захваченные территории, в конце концов, достанутся им. Ну, естественно, правда, пусть и с большим опозданием, но восстановилась. В данном случае, я думаю, что свою роль в этом нагнетании ситуации играет, мы опять вернемся, наверное, к первой теме, и Макрон, который после пражской встречи, где он присутствовал, я абсолютно согласен с господином Малахвердзием, где он присутствовал как наблюдатель, решил проявить где-то свои, надавить на Армению по своим определенным рычагам. Заказчик этой эскалации Макрон? Вполне возможно. То есть, давайте мы будем смотреть по ситуацию, как сказать, в хронологическом порядке. Пражская встреча, все хорошо, все прекрасно, договорились об ускорении контактов и заключении мирного договора до конца года. После этого выступает глава МИД Франции, сразу за ней выступает Макрон, и после этого, через буквально несколько дней, появляются какие-то некие пушки, гаубицы на границе. Постепенно, постепенно накаливается ситуация на границе. И, может быть, не напрямую Макрон, а может быть, опять-таки, воздействует диаспора. Я почему-то четко уверен, У вас есть ощущение, что французская страна, которая подыгрывает армянская страна в том, что касается международных наблюдателей, потому что это идея Пашиняна была, пусть кто-нибудь пытался затащить сюда индусов, и так далее. Есть ли у вас ощущение, что французская страна все-таки таким образом выражает свое недовольство тем, что Азербайджан четко дал понять, с нашей стороны никакие наблюдатели, мы сами контролируем свои границы. есть ощущение, что нам им стят? Им сейчас, Франции сейчас нужно каким-либо образом закрепиться в регионе. Как я понимаю, вот эти все заявления говорят о том, что они очень стремятся попасть в этот регион. И для того, чтобы попасть в регион, они хотят примерить на себя роль миротворца, которую они до сих пор исполняли в других конфликтах. Мы видели, что эта роль абсолютно не была успешной. Просто посмотреть на Африку, Ближний Восток, что что-то... Да, 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 абсолютно не успешной. Но главное же не в том, как это решить конфликт, главное здесь оказаться. А чтобы оказаться, надо, чтобы разгорелся конфликт по многому. То есть в них появилась необходимость. Да, чтобы в них появилась необходимость. И вот они этим самым подставляют фактически Армению и приведут опять к жертвам многочисленным с армянской стороны. Я бы здесь экономическую подоплеку тоже... У нас где-то минута остается. К словам Фуадума очень правильно рассказал именно суть и реальность сегодняшних дней, связанные в Армении. Экономическая подоплека. Кстати, Франция присутствовала только одним плюсом в Азербайджане. Это было с присутствием компании Total. Это сегодняшние компании французские. Кстати, для информации я тоже посмотрел статистику. Все меньше и меньше обороты французских компаний стали последние полгода появляться. И это все опять же неправильная политика, введенная в данный момент Макроном и, естественно, пару сенаторами и так далее. Я хочу сказать, что здесь однозначно Франция просто потеряет и то, что у них было на Кавказе. Это бизнес. Будем надеяться, что товарищи во Франции это осознают, поймут и в Армении тем более. Уважаемые гости, к сожалению, эфирное время подошло к концу. Я благодарю вас за участие. Я напоминаю нашим зрителям. Все это время в студии на наши вопросы отвечал депутат парламента Азербайджана Эльнур Аллахвердев. Я думаю, большое спасибо. Кроме того, с нами был директор информационного агентства Репорт Фуат Гусейн Али. Фуат, вам тоже большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо. В эфире телеканала СВС была общественно-политическая передача Актуальна Сегодня. Я ее ведущий Санан Азайб. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин